Побывать в космосе и даже на других планетах реально пост для тех, кто устал от земных проблем, собрала идеи, воплотить которые возможно, имея здоровье, деньги, а иногда только удачу. Самый дорогой, но при этом крутой вариант отправиться в космос – стать космонавтом. Для этого нужно получить высшее образование и совсем не обязательно летное. Сейчас в основном берут тех, кто владеет английским, быстро учится, разбирается в науке и технике. Космонавтами становились биологи, ученые, медики. Вполне возможно, что и вы изобретете какой-то хитрый и жутко нужный прибор и вас отправят тестировать его. Но до этого нужно пройти подготовку, попасть в отряд космонавтов, дождаться своей очереди лет 10 и вы в космосе. Если времени не так много, но у вас есть деньги, вариант попроще – вы можете стать космическим туристом. План такой – вы платите Роскосмосу деньги, что-то около 35-40 миллионов долларов, проходите годовую подготовку в «Звездном городке» и если комиссия не найдет медицинских противопоказаний, вас утверждают на полет. 10 дней вы смотрите на Землю с орбиты МКС, успешно приземляетесь, раздаете интервью, пишете книгу – все, вы знаменитые, считай, бабло с билет отбили. Вариант для бедных, но хитрых – вы летите на МКС как космический турист, но платите не из своего кармана, а убеждаете работодателя или спонсора, что вы крутой чувак и будете полезны в космосе. И знаете, такие люди есть. Японский журналист Тойхиро Окияма побывал на станции «Мир» за счет телекомпании «ТБС». Чем же таким занимался японец? Он вел прямые репортажи с орбиты. Сколько компания заплатила за такой эксклюзив – точно неизвестно. В разных источниках указывается сумма от 12 до 37 миллионов долларов. Но Окияма при этом прошел практически полный курс предполетной подготовки и в полете исполнял обязанности полноценного члена экипажа. Вариант для умных – придется подумать и хорошенько поработать. Вам нужно изобрести какой-то аппарат, который отправится в космос вместо вас. Например, частенько студенты и даже школьники собирают небольшие спутники, которые получают одобрение космических предприятий и отправляются в качестве полезного груза на «Прогрессах». Вряд ли ваше имя узнает весь мир, но козырнуть перед друзьями вы сможете. Есть возможность отправиться не просто в космос, а на другую планету. Конечно, вас туда не возьмут, но вписать свое имя в историю освоения космоса вы сможете. Космические агентства при запуске очередного аппарата объявляют конкурс, смысл которого вот в чем. Вы платите небольшую сумму за то, чтобы ваше имя было нанесено на табличку, установленную на этом аппарате. Иногда достаточно просто оставить заявку. К тому же вам вышлют посадочный билет. Так было с комплексом «Инсайт», который сейчас как раз работает на Марсе. Разглядеть эту табличку, правда, довольно сложно. На ней две с половиной тысячи имен. Но кого это волнует, когда твое имя на другой планете? В НАСА есть клуб постоянных клиентов, чьи имена регулярно летают в космос и им начисляются летные мили. Ну и последний вариант, осуществить который, возможно, в одиночку. Не обязательно отправляться в дальний космос, можно лишь слегка подняться над землей, в стратосферу. Школьники из Англии в рамках научного проекта запустили в около космос плюшевого щенка. Его они назвали «Сэмом», прикрепили «Гоупро» и на гелевом шарике отправили в путешествие. Правда, в 25 км над землей связь с «Сэмом» пропала. Вообще, таких историй масса. Кого только в стратосферу не запускали. Резиновую курицу, пиццу и даже устраивали соревнования между темным и светлым пивом. Темное, кстати, победило, оно поднялось выше. На этом все. Смотрите меня в инстаграме или на ютубе. Ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok